Такие встречи руководителей медицинских учреждений и населения в муниципалитете проходят уже более полутора лет. Для удобства жителей в последнее время их формат был изменен. Теперь вопросы не обязательно заранее подавать в электронном виде. Мы действительно вживую видим те самые проблемы, которые беспокоят наших жителей. И здесь уже можно в онлайне решать все эти вопросы. Конечно же, у нас есть много разных и других способов получить вопросы, дать ответ. Но вот эти очные встречи, они точно должны быть в таком формате. И это действительно полезно для всех. Главный врач Виденской районной клинической больницы Бутай Бутаев еще раз напомнил собравшимся о важности регулярного прохождения диспансеризации. Тем более, что сейчас это делать стало гораздо удобнее. Мы открыли так называемый модуль диспансеризации. Это пилотный проект Московской области, в котором участвуют три городских округа. И мы первыми открыли этот модуль. Диспансеризацию оказываем практически во всех амбулаториях. Достаточно активно у нас работает и южная поликлиника. Но раньше, если вы прийдете на диспансеризацию, у каждого был страх у нас. А если мы там что-то подхватим, а если мы заразимся, потому что контакт будет. И сейчас то, что у нас есть отдельный центр диспансеризации, это замечательно. Вот поэтому спасибо вам огромное. Спасибо вам за понимание. За многое то, что вы делаете, и вот это в первую очередь. Также рассказали о том, как ведется работа по обновлению действующих и строительству новых медицинских учреждений. Совсем скоро откроют свои двери амбулатории в поселках Боброво и Новодрожжино. Подходит к концу локальный ремонт в развилке. Затем перешли к обсуждениям вопросов жителей. А к ученикам, где там жалуются, кардиолог не приезжает? Несколько раз уже? Ну смотрите, у нас это как происходит. Если необходим специалист какой-то, то пациенты, ну жители обращаются к любому врачу, у кого они на приеме, либо к администратору, получается заявка, заявка на количество пациентов, и под которые приезжает специалист. Винновчанка Маргарита Макеева задала вопрос, почему вызванная скорая предложила госпитализацию в кардиологическое отделение Подольской больницы, а не в РКБ. Кардиология у нас есть. Единственное, что, почему в Подольск, потому что там есть аритмолог. Вот почему. То есть у нас тоже есть ограничения по функционалу этого кардиологического отделения. Поэтому они вам предлагают туда. Также были озвучены вопросы, касающиеся получения льготных лекарств, работы медиков и обратной связи с населением, ремонта помещений стационара в РКБ и строительства новых ФАПов. Все обращения, полученные в ходе встречи, были взяты на контроль руководителями лечебных учреждений.